Стерилизована, спокойная. Лера Шамсудинова, руководитель частного приюта «Хвостики», показывает нам свою любимицу, собаку Мадам, которой примерно 6 лет. Животное попало сюда после отлова. Жители одного из домов пожаловались на четвероногое. Теперь есть риск, что Мадам может вернуться в городскую среду. В сарате такие туши выпущу на улицу. Как люди среагируют? Страх, паника будет. И того, что опять новые привившие животные появились на улице. Мы и так по максимуму стараемся собрать, чтобы уменьшить численность на улице. Здесь, на территории базы, возле села Афанасово, приют существует уже 4 года. Проблем с собственником земли до сих пор не возникало. Сейчас он попросил в срочном порядке освободить место. Объясняется тем, что приют доставляет неудобства местным жителям. До ближайшего жилого дома 20 метров. То, что мы разводим крыс здесь, мышей разводим, мух разводим. Что наши собаки нападают на людей, на других животных. Ссылка идет. И мы мешаем соседям. Освободить территорию попросили до 1 ноября. Затем собственник просто отключит электричество и воду. Администрация Нижнекамска смогла предложить волонтерам один лишь вариант. Подселить их в приют Доброй Роке, который сейчас обживается на новом месте. Это весна, осень, зима. Там все тонет. Все собаки по будкам находятся в грязи. Мы в этом, в воде, на будках сидят. Я не могу на это пойти. Почему я вас попросила помочь? Помогите, пожалуйста, я не знаю. Может, какие-то руководители организации могут нам предоставить хотя бы платно в аренду. С электричеством, с водой, чтобы мы ежемесячно так же оплачивали. Может, бесплатно на основе. Лира Шамсудинова уже всячески просила собственника земли продлить аренду хотя бы до весны. С наступлением тепла сам процесс переезда и адаптации на новом месте животные могли бы перенести легче. Да и времени для поиска нового дома было бы больше. Немало предстоит работы и по демонтажу вольеров. Как же уезжать? Куда уезжать? Это же не дипломат под мышку взял и пошел. Это 200 голов живых душ. Хочется же добро сделать. А палки в колеса вставлять – это вообще не дело. Мне кажется, тут нужна помощь со всех сторон. В приюте более 100 собак и примерно 70 кошек. Менее чем через месяц им всем предстоит переезд. Куда именно – на улицу или в новый дом – пока неизвестно. Но волонтеры верят в доброту людей и надеются на лучшее. Алмазка Шеф, Булат Абдульманов, Новости НТР.